В России начал работу федеральный проект «Самбо в школу», цель которого – воспитание дисциплины волевых качеств и навыков самообороны у детей и подростков. Во время «Круглого стола» на президентских состязаниях руководители делегации ближе знакомятся с программой, узнают, каким образом лучше начать ее реализацию в своих регионах. Из Москвы на связь с участниками «Круглого стола» вышли заместитель министра Миноборнауки Российской Федерации, председатель рабочей группы проекта «Самбо в школу» Вениамин Каганов и директор Центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николая Федченко. Они отметили важность популяризации национального спорта в России и необходимость информирования региональных представителей о возможностях проекта «Самбо в школу» для его дальнейшего развития. Николай Федченко отметил, что «Самбо как вид по выбору» будет включен в программу президентских состязаний. Самбо включает себя не только бросок, но и еще, чтобы человек упал правильно, ничего себе не повредил, не сломал. Мастер-класс для участников встречи провели представители Государственного управления МВД России. Лейтенант полиции, мастер спорта международного класса по самбо Юрий Суифуддинов рассказал, как навыки самообороны помогают бороться с преступностью, о привлечении перспективных спортсменов на работу в правоохранительные органы. Представители регионов увидели, как тренировки будут проходить на практике. Смена не один год сотрудничает с Центром спорта и образования «Самбо-70» из города Москвы. Воспитанники школы каждое лето проводят тренировочные сборы на территории Всероссийского детского центра. Специалисты «Самбо-70» поддерживают программу «Самбо в школу». Тренеры Центра спорта и образования регулярно тренируют учеников из ряда московских школ в рамках дополнительного образования. С конца 80-х годов мы занимаемся конкретной программой распространения самбо в школу. Я уже говорю, 18 наших тренеров работают в школах и больше тысячи человек в школах занимаются самбо благодаря «Самбо-70» конкретно. Вот, это наша принципиальная позиция. Мы считаем, что это необходимо делать. Делегация «Севастополя» впервые приняла участие в президентских состязаниях. Руководитель делегации Елена Шевченко отметила высокий уровень проведения соревнований, немаловажность презентации проекта «Самбо в школу» на мероприятии такого уровня. За счет единоборств, за счет вот этих вот грандиозных проектов, которые проводятся, в частности, вот сейчас «Самбо» в школы, мы поможем повысить физическую культуру в школах и, естественно, вовлечь систематические занятия физической культуры всех школьников.